Шайтан стремится привести человека в одно из двух вещей – либо сделать так, чтобы человек делал благие дела на показ и на услышание, а не искренне ради Всевышнего Аллаха, или же стремится, чтобы человек оставил дело полностью, чтобы упустил награду за это дело. И шайтан может наущать, чтобы человек оставил какое-либо благое дело, как прилюдная садака, боясь попасть в показуху и рия. И это очень опасно из путей шайтана, и мусульманин обязан остерегаться этого. Ведь правдивый в своем намерении мусульманин не обращает внимания на наущения, которые делает ему шайтан, чтобы тот оставил благое дело полностью, боясь впасть в рия. Правдивое сердце спокойно, и нет для него разницы между поклонением, будь то скрыто или прилюдно. И нет сомнения, что рия – это щирк, и нельзя его делать. Но также нельзя мусульманину и мусульманке оставлять то, что приказал Аллах из поклонений, таких как призыв к Аллаху, порицание порицаемого, боясь показухи. Это ловушка шайтана, с которой он отворачивает людей от призыва к Аллаху и от повеления одобряемого и порицания порицаемого. Мусульманину следует отталкивать от себя подобные ловушки и наущения, и не обращать внимания на подобные вещи, ведь на нем обязанность делать наставления своим братьям, когда он видит у них халатность в отношении уадебов или легкое отношение к совершению грехов. И достаточно того, что Аллах знает, что у него в сердце есть искренность и желание добра своим братьям. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине все дела оцениваются только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Тот, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, переселится к Аллаху и его посланнику. А тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».